Регулярный сезон Анхел 2023-2024 подошел к концу. И получился он, как всегда, насыщенным и запоминающимся. На Востоке команды до последнего не могли определить, кто же получит последнюю путевку в плей-офф. Никита Кучеров, Найтан МакКиннон и Конор МакДавид провели феноменальные сезоны. Александр Овечкин стал еще ближе к рекорду Грецки. А громкий скандал середины сезона на некоторое время отвлек внимание болельщиков от хоккея. Но все это меркнет перед решающими играми, которые подарят нам нового чемпиона. Или Вегас все же защитит свой титул? Давайте, прикинем расклады. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Судя по тому, как спокойно складывается сезон для команд западной конференции, неожиданность в финальной восьмерке там только одна. Нэшвилл. Команда перед сезоном активно продавала и была готова к началу перестройки. А тут внезапно оказалась в плей-офф. Далеко предэтрас не зайдут, но крови у соперников попить могут знатно. Мясорубка на западе будет эпичная, потому что абсолютно все, кроме Эдмонтона, умеют строго и четко обороняться. И вот это бодание, силовой хоккей и лупцевание друг друга по морде будут сопровождать каждую серию. И кто выйдет из этого в финал живым и невредимым со стопроцентной вероятностью, сказать сложно. Конор Макдэвид и Нейтан Маккино должны продолжить набирать очки в невероятных объемах. И от игры лидеров напрямую зависит продолжение борьбы их команд в плей-офф. Но на стороне Нейта более глубокий и опытный состав, который может подтащить своего лидера, если у него вдруг не пойдет. Хватит ли для Макди лишь одного драйзайтля? Вопрос очень спорный. Одним из очевидных фаворитов выглядит Даллас. В команде сразу 8 человек забросили 20 и более шайб. А ведь именно в плей-офф атакующее разнообразие играет очень важную роль. Джейк Эттинжер в воротах дает уверенность обороне. И мы из этого получаем очень мощную структурную команду, которая может разнести любого соперника абсолютно разными способами. Ванкувер был хорош и результативен в регулярке, но концовка сезона показала, что команда все же немного плюшевая. А для такой плотной конференции это не очень хороший знак. Если Тетчер Демка окончательно восстановится после травмы, то шансы есть. Если нет, то Канакс маловато вариантов против более опытных и таких же мастеровитых соперников. Вегас, хоть и действующий чемпион, но штормит команду так, как и никогда до этого. Очередные законные игры со списком травмированных и усиление под плей-офф Томашем Хертлем и Ноа Хеннифином. Это очень круто, но неожиданная игровая нестабильность именно в плей-офф. Может сыграть с командой злую шутку. Биться, бороться готовы многие? Здесь у Вегаса преимуществ никаких нет. А креатив в атаке на постоянной основе дает только Джек Айкел и его звено. Маловато? Команда Фокс Хоккей считает, что наибольшая вероятность попасть в финал Кубка Стэнли от Западной конференции будет у Колорадо. Затем ставим Даллас, потом Эдмонтон. Но если в эту тройку, благодаря своей монолитной обороне, влетят сноги Виннипек или Лос-Анджелес, все же не удивляйтесь. На Востоке команды более яркие, и у каждой есть свой индивидуальный стиль, которому они, несомненно, будут следовать. Наиболее упакованными с точки зрения качества игроков выглядят Рейнджерс и Каролина. У них есть очевидные лидеры в лице Артемия Панарина и Себастьяна Аху, соответственно, мощные вратарские бригады и огромное количество дополнительных атакующих опций. Именно эти две команды и будут главными фаворитами своей половины сетки. На стороне Флориды будет прошлогодний опыт, умение перетерпеть любого оппонента, мощнейшая защита и блестяще проведший сезон Сергей Бобровский. В плей-офф такое сочетание может легко привести команду к триумфу во всем турнире, Не говоря уже о начальных стадиях, у Бостона опыта не меньше, но вот подбор игроков в нижних звеньях заставляет сомневаться в успешности очередного похода за кубком. Глубины команде не хватает, а на одном Давиде Пастернике далеко не уедешь. У Торонто и тампы схожие плюсы и минусы. Очень мощная атака под предводительством Остона Мэттиса и Никиты Кучерова соответственно, но при этом гигантская дыра в оборонительной линии. На счастье, Лайтник под конец сезона разыгрался Андрей Василевский, и этот фактор может стать решающим для команды по итогам не то что матчей, а целых серий. У Торонто такой надежности сзади нет и в помине. А как команда умеет отлетать от соперников, имея самую талантливую атакующую линию, мы с вами видели неоднократно. Может в этот раз им повезет? Как думаете? Айлендерс и Вашингтон еле-еле заползли в плей-офф, выжив в очень крутом замесе конца сезона. Это, во-первых, сильно истощило команды физически и морально, а во-вторых, еще раз подчеркнуло, что глубины состава и разнообразия атакующих опций этим коллективам не хватит для борьбы с монструозно выглядящими соперниками по конференции. Хотя аргументом для Айлендерс может служить крепкая вратарская бригада. Вероятность попадания в финал Кубка Стэльни от Востока по версии Фокс-Хоккей выглядит так. Рейнджерс, затем Каролина, а потом Флорида. Где-то совсем на чуть-чуть отстали Тампа и Торонто, но все же им выход в главную серию сезона пока не кажется очевидным. В любом случае, нас ждет шикарный хоккей, который и покажет, стоят ли наши предсказания хоть чего-то и насколько мы далеки от реальности. На этом все. Пишите в комментариях ваши ожидания и мысли от предстоящего плей-офф НХЛ. А если вам понравилось это видео, ставьте свой предсказательный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Фокс Хоккей. До новых встреч! Пока!